здравствуйте друзья с вами вулла и на ваших экранах не парагон сегодняшнего дня я решил запустить рубрику которую буду рассказывать о хороших и не очень хороших играх и сегодня мы посмотрим на такую игру как фор он это игра от компании ubisoft и да я уже предвзято отношусь ко всем проектам этих игроков но я возлагал большие надежды на эту игру потому что впервые увидев ее она меня очень сильно привлекла своей сутью вот этих боев рыцарей самураев варваров да и геймплейные ролики тоже смотрелись очень красиво и тут на выходные разработчики пустили поиграть всех желающих скажем так опробовать перед покупкой и свои эмоции я постараюсь сейчас изложить и начнем из плюсов ну и первое это конечно же графика картинка очень красивая в игре ничто не мозолит глаза персонажи пририсованы до мельчайших деталей из-за того что карты небольшие многое на них уделено мелким деталям да не сказать бы что на оптимизации это очень сильно отразилось на максимальных настройках у меня практически всегда выдавала 60 фпс только в записи конечно у меня падало второй плюс это разнообразие режимов и тут вы найдете все что душе угодно и дуэли 1 на 1 битвы 2 на 2 4 на 4 а также 4 на 4 захватом точек лично мне очень сильно понравились замесы 2 на 2 и 4 на 4 режим 4 на 4 захвата точек мне как-то не привлёк а дуэльки 1 на 1 мне показались скучноватыми третьим же несомненным плюсом стала боевка выглядит она очень шикарно и необычно все вот эти моменты с парированием ударов контратаками воротами ну и конечно же добивающими ударами все это придают игре неповторимый стиль это вам конечно не mortal kombat кишки и море крови вы тут не увидите но все выглядит очень естественно и красиво бы действительно как бы могло бы быть в реальности еще радует такие кемплейные тонкости как взаимодействие с окружением к примеру вы можете противника взять толкнуть на какие-нибудь шипы или толкнуть и скинуть его с обрыва с моста в воду ну в эту воду падаете сразу это смерть единственное бесит когда люди пользуются этим специально то есть они бегут в это место ждут вас там вы приходите его сталкивают клёво когда это происходит спонтанно когда вы стал ну когда вы столкнулись врагом возле обрыва к примеру начали драться и он вас скинул или вы его скинули да даже когда он вас кидывает это доставляет удовольствие потому что это красиво выглядит это получилось спонтанно а люди которые делают это специально из-за того что не могут в честном поединке победить ну немного подбешивает ну и на этом плюсы для меня закончились и теперь перейдем к минусам и первым для меня оказался интерфейс когда я смотрел видео по игре я не придавал этому значения но вот когда поиграл сам уже столкнулся с этим вызывает некий дискомфорт а смысл в том что в игре есть всего две стороны оранжевые и синий так вот это не значит что вы всегда будете играть за синих а против вас будут оранжевые цвета меняются и это действительно путает если они меняются допустим каждый бой то к этому ну как бы можно приловчиться но когда вы несколько раз подряд играете за один и тот же цвет а потом вдруг цвет меняется это очень сильно сбивает с толку я уже не говорю про полоски хп которые когда вы вблизи сливаются ты не можешь понять где твоя где противника но это мелочи с этим можно смириться а вот чем нельзя смириться это с балансом и тут как бы есть два пункта баланс классов и баланс игроков с игроками конечно все просто так как персонажи вы выбираете после того как вам подобрала игроков соответственно будьте готовы играть против людей которые уже задрочили персонажа на максимум или наоборот приготовьтесь драть жопой дубасом конечно несомненно будут бои в которых вы будете сражаться на равных но такой дисбаланс присутствует и он будет часто проявляться с классами же все гораздо сложнее а все потому что за дни персонажей легче играть чем за других я замечу что в боях очень часто встречается обычный рыцарь на буси урочи потому что некоторые просто пробивает блок и наносит кучу ударов другие просто держат на расстоянии допустим в боях я очень редко встречал викинга с топором или там викинга с двумя топорами просто немного поиграв попробовав разных персонажей я сразу понял что в игре будет рулить именно скил ну и конечно задротствовать поэтому я выбрал себе персонажа это вот избавительница не очень привлекли внешний вид оружие и я вот решил попробовать начать именно этим персонажем играть я позадрачивал умирал научился но все равно остались герои против которых сражаться очень сложно на самом деле так что как бы хорошо вы не играли другому игроку которого более легкий персонаж намного проще победить следующим минусом разумеется будут разнообразные глюки баги но так как это еще не релиз поэтому я не буду заострять на этом внимание просто это же Ubisoft поэтому имейте в виду следующим минусом является лор потому что вначале вы как бы выбираете фракцию за которую будете играть есть огромная глобальная карта в которой вы распределяете очки какие зоны хотите атаковать или какие защитить эти очки даются за каждую игру и чем лучше вы играете тем больше очков получите соответственно минусу заключается в том что смысла от этих фракций нет никакого то есть если вы выбрали к примеру фракцию рыцарей это не значит что вы будете играть только за рыцарей вы можете взять кого угодно как самураев так и викингов также и рыцарей и ваша команда также не будет состоять допустим только из одних рыцарей это были сборная солянка из рыцарей викингов вы самураев и черт с ним если вы бы хотя бы были с одной фракции но команды состоят из абсолютно рандомных персонажей то есть пример у вас команде может быть викинг с топором который состоит фракции рыцарей но при этом вы сами состоите фракции самураев и играете за избавительницу и получается вот это вот сборная солянка лишает весь этот мир какого-то смысла опять же как раз затронем минус интерфейса почему к примеру нельзя было сделать три цвета команд по цвету на каждую фракцию и получалось бы каждая фракция сражалась бы против определенной фракции и плевать из каких классов она состояла вот просто бы фракции привязывался определенный цвет примеру там рыцарем красно-белый ну и оттенки соответственно викингам там допустим оранжевый серый самураем же там зеленый примеру даже если примеру выбрали рыцаря то он бы все равно окрашивался в зеленый цвет вашей фракции самураев хоть бы это было понятно то есть он как бы наемник а так у нас получается каких-то два цвета непонятных никому ни к чему не привязанных у нас есть какие-то фракции которые опять же никуда никому ни к чему не привязаны есть только глобальная карта в которой вы распределяете очки и минусы на этом не заканчиваются следующий минус это боевка пойти сказал что она является плюсом минусом она является с другой стороны да несомненно все выглядит очень красиво и эффектно но вы этого не будете замечать потому что все ваше внимание пою будет привлекать вот этот маркер направлений вы не будете смотреть именно визуально с какой стороны азбьет против него увидите что маркер пересчеркнулся налево хлоп вы тоже пересчакнули маркер свой налево увидели что он наверх пересчёкнули наверх и только когда вы будете атаковать, вы будете хоть как-то отвлекаться на геймплей. Может быть кто-то, кто играл скажет, что да нет, это не так. Ну, вы может не обращаете внимания на это, но это действительно так. Переводить свое внимание от этого маркера вы будете только тогда, когда будет происходить добивающий удар. Либо вы будете добивать, либо вас. Следующим минусом для меня стало управление. И оно касается всего. И геймпада, и клавы с мышкой. Но это может быть для кого как. У каждого, наверное, свои предпочтения. Лично мне на мыши было неудобно выбирать вот эти направления. Стоек. Если я в настройках ставил направление стоек на клавиши, то был дискомфорт с обзором. На геймпаде было удобно двигаться и выбирать направление. Но так как большие пальцы всегда были заняты стиками, 4 триггера было очень мало для реализации всех функций. Но к управлению, конечно, у каждого личное предпочтение, поэтому этот минус я считать не буду. Ну и последним минусом является однообразие. Потому что в игре действительно очень скучно. Мало того, что вы будете делать одно и то же из боя в бой, из боя в бой. Так еще и противники будут играть однообразно. Потому что встретить противников, которые будут использовать какие-то красивые комбинации, очень трудно. Может просто пока таких нету, но в большинстве своем игроки используют какие-то однообразные атаки, либо просто скидывают вас откуда-то, либо просто спамят без остановки. Так что, если вы хотите получать удовольствие от этой игры, приготовьтесь к тому, что вам придется очень много задротить. Вам нужно знать, будет все приемы других классов, комбинации разнообразные. А просто зайти поиграть в удовольствие не получится. Потому что, как я и сказал, баланса в игре нет. Вас будет кидать против сильных противников, против игроков, которые там задрочили одного персонажа на максимум. У которых хорошее снаряжение. Кстати, снаряжение! Как я мог забыть про вещи? Капец! И дрить твою за ногу, да, в угол. Вот я прям перед записью составил список, и сейчас на него смотрю, тут все плюсы и минусы. И я совсем забыл про шмотки! Блин! Тут же вещи, которые выпадают, или которые там можно, ну, взять там в ящиках таких специальных. Они же дают статы еще. Это как бы внешки, они меняют внешний вид оружия, там, персонажа самого, но при этом они дают характеристики. И кроме того, что они дают статы, их еще можно улучшать. Соответственно, у задротов будет снаряжение еще сильнее. Ну и подводя итоги ко всему вышесказанному, я лично покупать эту игру не буду. 30 баксов эта игра не стоит. Для нее бы подошла модель распространения фри-то-плей. И в таком случае я бы задонатил, ну, скажем, долларов 15, но никак не 30. Но на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И играйте только в хорошие игры, такие как Парагон.